здравствуйте начну это видео с вот такого вот стеллажа что началось все вот именно с этого стеллажа вот такой вот стеллаж в стиле лофт для своих гераник пиларгоний и вот смотрите есть верхняя булочка она пустая и туда я хотела повесить поставить растение которое свисает по бокам там тут аквариум тут у меня будет газон посеяла семена в общем там растут растения ну и вот как говорится все началось именно с этого вот так вот выглядит моя часть растений крупным планом покажу многие про лампы спрашивали тут мини фермер стоит не реклама мини фермера вот тут вот все они на 50 ватт каждая лампа на 50 ватт стеллаж небольшой 1 метр на 35 сантиметров вроде вот тут такие вот лампы на него глаза бьют а сверху чуть повыше чтобы глаза не били они вот такие вот висят вот на крючочках тут в основном пиларгония папоротник я поставила повыше поставила кочки любит с ним играть гуша любит его жрать такой вот он разросся уже большой а тут гераньки какие-то после обрезки ну и вот там вот я планирую поставить фитильный полив сверху так влажность отопление дали упала сильно поэтому ждем запуск аквариума вот такая вот у нас красота гашу-то пришел ну и собственно вот ваше растение помните три дня назад я их получила с велберис они пришли я их укоренила и они на следующий день дали корни это уже на третий день такая вот корневая система смотрите здоровая такая мощная в общем они укореняются просто на ура кто-то писал что укореняются там неделю-две ну не знаю на следующий день уже были корешки я думаю что корни появились от того что они в дороге были четыре дня то есть лежали в пакетике во влажной среде но не воде в пакетике ватным диском и пока не четыре дня эти ехали они как-то корневая система у них начинала уже закладываться когда их поставила воду на следующий день появилась корневая так что вот имейте ввиду как легко размножать традесканцию и коллизию вот этот традесканция название такое сложно традесканция такие вот красивые они кстати очень хорошо похорошели после того как стали воду сегодня я планирую посадить буду я выращивать их на фитильном поливе вот они уже коллизия у меня стоит на фитиле тоже традесканция тоже вся в корнях то есть размножается она просто вот на ура по поводу растет как быстро не знаю и вот эта коллизия она тоже кстати вот смотрите видно тоже корневая у нее корневая появилась не на следующий день а через день тоже все но нам мелкая но у нее тоже все в корнях она она по ней видно что он видите она уже растет и желает пересадку быстрей посадила я их ящики вот такие вот на фитильный полив это у нас коллизия такая маленькая ну я так поняла что это растение чист для украшений в какой-нибудь цветок его класть то есть как висящее растение но не подходит потому что очень маленькая так что имейте ввиду такая вот красотулька красивые да не спорю маленькие красивые это вот розовая пантера а ящики на фитильном поливе принципе они смотрите растут вермикулите я их как вот замиокулькаса посадила решила попробовать просто втыкнул я даже не знаю если там все с корня но судя их по бодрому виду они там укоренились некоторые я обратила внимание вот это уже дали новые листики даже по моему цветонос появился она уже прям зацвела ну они стоят конечно под лампами мощными ну я так поняла что они любят фитильный полив но как бы время покажет говорить о том что вот они любят не любят это уже если они будут очень хорошо расти разрастаться то конечно они любят фитильный полив и это уже значит работает сегодня я планирую пересадить вот это чудо прямо не знаю почему так много отправились что вообще с этим делать хоть дари половина такая вот прекрасного банки уже растет красиво выглядит очень красивая он необычно для цветов и это вот традос традосканция ну вот я больше на это вот возлагаю надежду что она будет очень красиво свисать со стеллажей но это потом буду посмотреть наверно как декоративное лиственное растение маленькое небольшое оставлю пока на фитиле посмотрю как они растут в принципе очень даже красиво вот этот вот не розовая пантера прям очень нравится вот это вот желтые хотя на вид они как зеленые это у нас невеста кто-то сказал что это не редкие растения на самом деле редкость растения зависит от сорта все-таки не то что они как укореняются где они есть и доступность вот это как замиокулькасом они редкие поскольку постольку их не только трудно достать что редко появляются где-то вот ну вот такие вот красотки делитесь в комментариях растут ли у вас такие кстати вот интересное растение наверное беспроблемные пока сложно сказать они у меня всего четыре дня четыре дня я еще заказал я жду кроули вот этот горох висячий стеллажи новые на стенку типа живая живая стена хотела туда орхидеи поставить вот такая вот красотулька очень мне понравилось ее наверно обрезать надо я не знаю как даже за ней ухаживать буду вместе с вами учиться рассказывать укореняется я так поняла она вообще без проблем гоши пришел привет маленький привет маленький едят ли ваши котики эти растения вкусно то какая маленький ну вот будем выращивать вместе с вами вкусные котику не понравились в общем он их не ест и скорее всего не будет есть если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена и